Всем привет! Привет! Куда мы идем? А мы идем в парикмахерскую. Антошка уже совсем стал пушистый, а волосы у меня стали слишком длинные. Я подкрой, да, Антошка? Ну я, наверное, на волосы была. У меня мало волос. Пошли. Пойдем на волосы постригаться. Давай вместе на волосы постригаемся. Не буду тебе вставить комментарии, какая у меня жена красивая? Нет, спасибо. Пошли. Давай, на волосы. Мы идем в салон парикмахерскую, если говорить по-русски. Ну сейчас это мод называется барби-шоп. Там работает русская девушка, как зовут ее? Юля. Постараемся ей задать вот такие вопросы. Почему Доминикана? Как она здесь оказалась? Что-то подобное. Нравится ли ей здесь? Да, да. Причем, да, Юля, она универсальный мастер. Она стрижет как мужчин, так и женщин, детей. Она также красит и делает прически. И вдобавок еще макияж. Вот, другая она. На все руки мастер. Очень хорошая девочка. Поэтому вас сейчас не под законом. Может быть. А вдруг наши планы поменяются, и мы не пойдем, да? Время без трех минут три. Но нам ехать до нее три минуты. Пойдем на машине. Ну да. Три должны быть мастер. У нас сегодня погода очень прохладная. На улице всего лишь 23-25 градусов. Девятое марта, да, сегодня. И погода, конечно, очень-очень печальная. Такие водители, да, в Доминикасе. А вчера было 8 марта. Мы вчера поехали в один отель. Называется Night Pass. Мы взяли Night Pass. Это время посещения отеля с шести до трех ночи, да, кажется? Мы там объелись. Это как... Легче, в общем, купить Night Pass, чем пойти в ресторан. Да, кстати. Мы заплатили по 30 долларов на человека. Ох, ну мы там так классно время провели. Отель называется Club Med. Он недоступен для русского рынка. Он недоступен для бронирования даже на Букинге. Это отель Клубну, так как это называется. Да, как нам объясняли, там нужно состоять в клубе. Ну, это не точно, мы не знаем. Мы еще все проверим. Но однозначно в Букинге его нет. И его нет у Anak Store. У Anak Store его нет. Не у Пегаса, ни у Coral Travel, ни у Anak Store этого отеля нет. Вот. Но отель нам очень понравился. Это французский отель. Там, ну, еда мне очень понравилась. Там повара прям выкладывают, как в ресторане, блюда. Прям украшают. То есть очень-очень красиво. И для детей куча сладостей, мороженого, на выбор, все, что хочешь. Вот. Погода действительно нас сегодня прям совсем не радует. Подъезжаем мы уже к нашему барбершопу. Вот Барбоса. Обратите внимание, запомните, если вдруг будете в Доминикане, захотите подстригаться. Ой, у нас текло грязное. Вот, смотрите, это барбершоп Барбоса. Находится он рядом с магазинчиком Смайл русским. А вон наша Юля сидит. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, привет, красотка. Вот, знакомьтесь, это наша Юля. Такая рыжая красотка. Сейчас она нас будет украшать. Вот такой здесь барбершоп, очень красивый. Барбоса. Все, мы начинаем подстригать кончики. Заодно с Юлей поговорим. Юля, как это вообще здесь оказалось? Скажи, пожалуйста. Мне пригласили поработать на сезон попробовать, потому что мне уже был русский стилист. И я решила, что 7 лет. Ты давно уже здесь? Третий год. Ух ты, круто. Ты же, я вот правильно сказала, что ты не только же как парикмахер, ты еще и макияжи делаешь и прически. Да, вот, свадьбы стилисты. А вообще, Барбоса, это двое льда, да, держит? Трое. Трое? Да. Они середины. Ага. Как ты на них вышла? Как ты тут оказалась? Вообще скучайно. Они хотели уже искать девушку Барбоса. Они жила такая задумка. А мы с ними скучались в комнате. Я сказала, что я тоже. А вот, я видел, я посмотрел. Случайности не случайно. Да. Привезентация. А вообще, как тебе в Доминикане живется? Очень много из таких вопросов. Как тут? Не скучно ли тебе здесь? Нет. Здесь, когда уже у своего определенного жизни, там, работа, тренировки, друзья есть. Быть. Вообще не скучно. Некогда скучать. Когда есть работа, то не скучно. Да, работа здесь много. Здесь еще приятно. Здесь. И драмка русская. А ты сюда приехала? И с мужем или с собой? С сыном. Сыном. Юля с сыном здесь вдвоем. Сын учите здесь в школе? В онлайн школе учите. А, правда? То есть там русские все преподаватели? Да. Как обычная школа, только уроки онлайн. Единственное, что в ЕГЭкзамене обычно не скучно. Это вы с ним потом полетите в Москву? Да. Классно. Вот так вот, видите? Можно даже в доминиканскую школу ребенка не отдавать. Все есть обучение онлайн. Кто-то приезжает по работе. Кто-то просто устал от своей рутинной жизни в России. И приезжает сюда, чтобы поменять свою жизнь как-то. Но оттуда пригласили. Ей понравилось. Она осталась. Спасибо. Я в Белосевске на Севере. Мне очень холодно. Я мечтала жить на острове. Где группа будет летать. А с какого ты города? Северска. Откуда? В Воркута. В Воркута. Да. Мечты сдуваются. Не только с господи. А часто к тебе русские обращаются ребята? Да, у меня много. И по стиле, и по прическам тоже на всякий прайс. Мы работаем много с русскими лесками, потому что здесь очень плавная церемония на берегу Океана. И практически каждый день у нас везет структуру. Туристов. Да, больше покрасить. Да, всеми разными тесниками. Да. Я владею красными тесниками. И машинкой, да, тоже. Да. Последние стрижки прошло, наверное, в месяц 4, да? Мне кажется... У меня в России слишком была модельная, молодежная. Давай, Юля. Твори. Мне покороче, да. Я думаю, это... Очень покороче. Вот от троса. А может лысым или нет? Лысым пойдет? Лысым? Нет. Не, вот-вот, мы согласны. Видишь, тебе профессионал сказал, что тебе не надо на лысо подстригаться. Много у тебя клиентов иностранцев? Да. Которые прям уже постоянные, да? Флиртуют? Нет, кстати, очень... У тебя очень много здесь туристов, которые отдыхают по области. Докладят английские фильмы, по полу, да? Интересно, да, проспрашивают по каждую страну. Очень умножают разных студентов. Обычно вот все это так же по-друге с городом. А ты, кроме русского, какие еще знаешь у них? Английские, испанские. Ну, я понимаю. Много, что говорят. Я не понимаю, о чем в песнях пойдет, что у вас прям разговорный еще такой. Не очень. На начальном уровне, да? Как у нас, короче. На начальном уровне. А еще смотрите, что я тут увидела. Позвоните для пива. Да. То бишь я могу позвонить и мне принесут пиво? Вот так вот, прикольно. Ух ты. Круто. А тут маски делаете? Да. Вот это да. А мне маску не продажило. Я шучу. В общем, девчонки, есть даже черная маска. Супер-мега популярная, насколько я знаю. Да, у местных она очень популярная. Она прям регулярно приходит подровнять сприжку. Делать маску, побрить бороду. Даже мужчины? Мужчины, по сути, но мое дело. Женщины вас поедают. Мужчин, приглядывая. А у меня американцы очень приглядят за собой. И что меня удивило, так как я по своей профессии обращаю очень много внимания на голоса, что здесь в Довинникане я ни разу не видела в довинниканце с заросшей оконтовкой. Чтобы у него не было. Ага. Прикольно. Потому что они каждую неделю ходят, подровняют бороду, от Антошки, стрижку. Вот это да. Вот так вот, Антошка. Под доминиканца ты точно не тянешь. Я четыре месяца на сексе. По меркам доминиканцев ты уже, уже не модный был. А еще я там смотрю, девушки делают брови. Да. Молодой человек, девушки делают брови. Представляете? Приводят в порядок. Юля, ты тоже бровями занимаешься? Да, но у них немножко нужная техника. Они брови корректируют резвую. А, вот, которая для этого. Я ее, я по классику, по-нашему, кинцерт. В общем, надо тоже покрасить бровки, подровнять. Это можно тоже к Юле. Я сейчас попытаюсь чуть-чуть заснять, как он ей брови делает. Я, конечно, подходить в нагулу не буду. Ну, можно. А, можно, да? Это длиннят, это же, да, работник, работник. А, можно? Мечел, там, он душ и женат. А, это круто. Так, друзья, мы тут увидели, что мужчина делает брови. Оказывается, он брови делает жене, представляете? Да. И он ей их красит и выравнивает. Кстати, очень интересно, он выравнивает не пинцетом, а лезвием. Я вам сейчас покажу до рисования. Ой, правда лезвием. Вот это да. Представляете, вот это круто. В общем, девчонки, хотите экзотики, можно здесь брови подровнять лезвием. Вот так вот. Я такое вижу впервые. А живя здесь, в Доминикане, есть такая возможность учиться и получать в этом плане образование? Уже два раза проходила онлайн повышение квалификации, семя раз по макияжу. Сейчас все это онлайн есть. Ну, то есть, вот, например, если человек хочет приехать, ему бояться не стоит, что здесь он там чего-то не узнает, что-то здесь не будет. Если есть желание, он всегда все может найти, да, и всему научиться. Да, либо найти кого-то, кто уже более успешный, на чем он добился, и просто подписаться. А ты курсы молодым не преподаешь? Нет, да, это в планах. Вот мы тебе желаем, чтобы эта мечта побыстрее осуществилась. Почему мы, наши девочки, кто один раз сходили на укладку в Доминиканске, больше не помнят? Потому что они по-моему все делают. Они делают, работают как со своими волосами. У них моторика до животных, но значит, что на то, чтобы очень сильно вытянуть волосы, обработать их всякими своими средствами, которые наши в своем движении. Или даже голову моют так, чтобы промывается скаль. Не всем это нравится. Все равно наши в будущем, на принципе, более удивительные волосы, на шее и волосах. Маски для волос у них, ну, такие, которые там на авокадо, на кокосе, они нормальные, они хорошие. Да, какие есть маски, да? У меня есть одна, Эмергенция называется, авокадо. Вообще клевая маска. Да, у нас, кстати, здесь очень популярная. Кокосовая не очень. Я приду домой и вам покажу. Один из минусов жизни в Доминикане, это то, что невозможно сделать нормальный кератин, который не воняет, который вполне натуральный. Потому что я здесь узнавала, у них прям спрашиваю, говорю, он у вас не пахнет? Нет, говорят, он у нас пахнет. Поэтому я делаю себе, который не пахнет кератин. Уже давно не делала, кстати. Моему мастеру, если что, привет в России. Мне твоего кера идти на них хватает. Юль, ты говоришь, что тебе тут нравится, а есть желание в Россию вернуться? Нет. Нет, там тебя ничего не держит? Нет. А ездишь вообще туда? Еще нет, но мы стоим еще и забыла полететь за два декабря. Ага. Вот так за три года человек еще ни разу не был в России. Мне достаточно посмотреть туда. По скайпу, да? Да. По посетам. У тебя там родители остались? Да, у меня есть какие-то родители, друзья, братцы. Хорошо, что можно тоже сговорить, но все равно все в разных городах. Ага. Они к тебе сюда приезжают? Я сюда еще не приезжал, но они когда-нибудь начнут. А твои планы здесь уже остаться, обосноваться полностью, или можешь еще куда-то попробовать? Нет, я так не загадываю, потому что я и сюда ехала, думала, месяца на 3-4, но в итоге уже 2-3 года прошло. Почему-то у всех так в Доминикану кто думает? На 3-4 месяца остаются туда. Уже и 8 лет живы здесь оказываются. А уже, да, оказывается, кто-то и 8, и 10, и 20 лет живы. Поэтому я не могу сказать, что там дальше будет, просто пока мы здесь. Мне тут нравится. Очень современно, очень стильно, молодежно, и прям для Доминиканы это действительно свежий глоток, наверное, потому что я в Доминикане здесь такого барбершопа еще не видела ни разу. Вот они открылись, и проезжаешь, и все равно каждый раз ты сюда заглядываешь, потому что вот эти вот крутилки с синий-белой-красной полосой, и вот этот сам интерьер, он прям приковывает взгляд, и мне вот, я еще только думала, о, новое заведение открыли, а потом еще узнала, что тут и Юля работает. Вот, так что тут все пазлы сложились. Посмотрите, а на улице дождь у нас. Вот то, что я и говорила. Буквально вчера было солнце, была жара, а сейчас сильнейший ветер, холодно и дождь. Такая переменчивая Доминикана, но, тем не менее, такая погода здесь не так часто. Видите, да, какая Юля красотка? Посмотрите, рыжие волосы, штаны с подтяжками и белая рубашка. Ну, вообще, бомба. В общем, если пойдете в Барбос, идите именно к ней. Во-первых, русская девочка. Русские всегда более старательные. Можете у нее поспрашивать что-то о жизни в Доминикане, может, что-то расскажет интересное. Тебе надо всегда так укладывать волос спереди. Мне один Кирилл Век сказал, что сколько он не путешествовал по миру, но только русские мужчины вносят восемь лет по челочке. Да это что? Да, больше никто так не вносит. В общем, по челочке мы можем понять, русские мужчины или нет. Все, оплачиваем девушке. 1400 песо. Вот здесь меню, так называемое. Курты Адультов. Да, стрижка для взрослых, для детей. Знаешь, какие тут бежешки? Вот, это все цена, это в песо, не в долларах. В общем, друзья, это наша Юля. Внизу в описании мы скинем ее телефон, инстаграм и ее фейсбук. Ну, контакт, наверное, тут контакты не актуальны. То есть, три контакта мы вам скинем. Пишите ей, если вам нужны прически, мужчинам стрижки перед свадебной церемонией. Пожалуйста. Юля будет вам всегда рада. Да? Да. Скажите, что от нас и всегда сервис будет на высшем уровне. Спасибо, Тима. Спасибо, Радо знакомству. Наслышана была у вас. Такое мое живое. Да, но мы-то с Юлией уже не первый год подстригаемся. Да, считай. Она меня уже и красила, что только я делала. Так что, пишите, звоните. Спасибо тебе огромное. Много, спасибо. Всего. С прошедшим, до сеного марта. Всего тебе самого хорошего. И осуществление твоей мечты. И вам желаю поможем. Спасибо. Попутешествуйте еще. Обязательно. Обязательно. Все, пойдем? Все. Все, спасибо. Адьос. Адьос. Начался дождик. Зацените прическу Антона. Ну-ка, Антошка, покрутись. Согласитесь, красавчик. Да, красавчик. Реально красавчик. Нет, просто преобразился. Преобразился, конечно же. Я сам не знаю, как я так не постригался почти пять месяцев. Доминикану вовлекаешься полностью. Первая подстрижка за пять месяцев. Это реально так. Мне спросила, ну, сейчас мой стилист. Ты когда постоянно подстригался? А я и забыл. Да, доминикана затягивает. И я сейчас понял, что до этого он что, вышел, пошел, подстригся. Она говорит, доминиканцы любят каждую неделю подстригаться. А что-то мы взрастаем. А мы что-то, да. Вот так вот. В общем, мы приехали домой с подстрижки. Вчера мы ездили в магазин и купили рыбу, чтобы ее сейчас засолить. Потому что на завтрак это очень вкусно. Это наше одно из любимых блюд. Вот. Антошка будет у нас солить. Я буду оператором. Вот наш ново подстриженный Антошка. Сейчас мы вам покажем наш фирменный рецепт засолки. Все мне. Ну, давай, доставай. Открываем наш мега-холодильник. Кстати, я сейчас сразу покажу. Мы закупились, потому что ввиду коронавируса мы закупили огурцы. Все дела. Смотрите, покажу. Вот эта штука, гранадия. Она очень похожа на чинову внешне и на маракуйю. Но маракуйя в Доминикане не растет, а чиновая очень-очень кислая. А вот эта вот гранадия, она сладкая. Она прям по вкусу напоминает маракуйю. Поэтому будете в Доминикане, вот, гранадия. Запомните, это просто наш совет. Видите, мы ее сколько закупили. Потому что, видимо, был не сезон. Ну, обычно вам в отеле дают чинолу. Она очень кислая. Ее только можно в основном ездить с сахаром. Ну, я и так бываю ем. Но все специфическое. Такое в отелях не дают. Поэтому мы закупили аж там пачки, наверное, 12-13. Да, уже много съели. Наш обычный обед. Это вот Ленин обед. Это мой обед. Давай вон ту рыбку. Вот какой у нас хорошенький кусочек. Эта рыба, она будет малосольная. Ну и возьмем, ладно. Все, мы сейчас будем солить по нашему. Что мы берем? Мы берем сахар. Мы берем сахар. Сахар, две чайные ложки. Горка возьмем. Две. Одну возьмем. Нет, на самом деле, одна нужна. Нужно две чайные ложки соли. Соль. И чайную ложку сахара. Далее мы возьмем пол ложки перца. Ну, примерно так. И мы возьмем укроп. Все, чайная ложка укроп. Уже, наверное, перемешалась. Ты как будто коктейль мешаешь. Все, и мы теперь будем обволакивать этой смесью рыбу. Рыба возьмет столько, сколько ей нужно. То есть, то, что мы тут таким слоем намазываем, в этом нет ничего страшного. На сколько ее оставляем? На 6 часов. Как раз таки хватило полностью рыбу. Рыбу обвалять в соли. В общем, мы ее упаковываем в пакет, чтобы она хорошо замариновалась. И все, и убираем. Все. А дальше посмотрим, что у нас получится. Нам пришел маленький ураган. Ленчик стоит, замерзла. Вообще холодно. Меня аж трясет. Здесь ветер такой сумасшедший, что просто. Все летает. Лежаки летают. Ночью были волны. Похлестывало аж сюда. Потому что, посмотрите, что здесь произошло. Все водоросли. Вчера было воскресенье. Здесь, блин, было приятно. Не было песка. Были доски. Сегодня все занесло песком. Водоросли. Это капец. Вот такой вот у нас 9 марта. Кафе что-то есть. Да, кафе как-то есть. Да, работа-то. Невозможно работать. Вот, немножко, немножко унесло столик. Сломал один лежак. Сломался столбик. Ну и пока потерь особо больше нет. Ураганом это назвать сложно. Да? Ну да. И так еще обещают 2 дня. Примерно 2. Причем вчера погода была утром идеальная. Была жара. Было очень тепло. Было ясное небо, солнце. И в часах 4. А я сказала, что за тем, что пошел дождь. Прям ливень. И стало очень круто. Обещала вам показать маску, которую можно купить в Доминикане. Она выглядит вот так. Показываю поближе. Она идет с авокадо и с маслом оливы. Эмергенция называется. Есть такая же с кокосом. Но мне с кокосом не подошла. Поэтому мне вот больше нравится авокадо. Она очень хорошо увлажняет. И посмотрите на объем. 450 миллилитров. Цена такой маски была примерно 150-200 рублей. Это с переводом на рубли. Ну и хватает ее на очень-очень долго. Вот. Прям как по цвету авокадо. Самый натуральный. Все. И у нас уже засолилась наша рыба. Сейчас мы ее достанем. Что же там получилось? Давайте посмотрим. Такая рыбка. Ой, укропом прям пахнет. Мы ее промываем. Мы ее все промыли. Все промыли. Чистенькая рыбка соленая стала. Да. Послушаем. Слушай. Все. Антошка начинает резать. Мы в контейнер специально положили салфетку. Потому что рыба будет выделять сок. И салфетка будет его впитывать. А завтра утром уже можно будет ее убрать. Будем пробовать. Все получилось. Давай. Пробуем. Засолилась? Да. Вкусно. Правда вкусная. Очень классная рыба. Я уже так соскучилась по нашей рыбе. Офигенная рыба. Мы три часа. Ой. Мы три недели путешествовали. Я все время мечтала о вот такой рыбке с авокадо на завтрак. Даже немножко пересолилась. Это потому что первый кусок. Это средний. Все понятно. А кстати смотрите. Прям видно. Вот эта часть была прям пропиталась. А это уже посветлее. Ну все. Завтрак будет утром очень-очень вкусный. Всем спокойной ночи. У нас на улице ночь. И там идет дождь. Все. Готовим рыбку и спать. Всем хороших снов. Спасибо.